Ленин. Сложность внутренней жизни. Так называется вторая часть выставочного проекта «Ленин от первого лица». На выставке представлено более 200 экспонатов из фондов Ленинского мемориала и Российского государственного архива социально-политической истории. Мы его показываем как ученого, как экономиста, как философа. И действительно трудно найти политика, который бы написал 55 томов. Не было в истории ни одного политика. 10 миллионов слов. Словарный запас 37 тысяч слов. До сих пор многие спорят, какую роль сыграл Владимир Ильич Ленин в государственном устройстве страны. Об этом тоже рассказывают материалы экспозиции. Ленин был не разрушителем, Ленин был создателем советского государства. Разрушение началось еще до Ленина, нашего государства. И он сделал все таким образом, выдвинул такую концепцию развития нашего государства, что это позволило в короткий промежуток времени буквально собрать. Ведь на территории России до октября 1917 года существовали десятки государств. И, конечно, в тех условиях их объединить – это было колоссальное достижение. Выставку сопровождают высказывания самого Владимира Ильича. Экспозиция сложена из тысячи фрагментов биографических исследований мировых историков. Мы показываем и представляем письма ленинские, в которых он говорит, например, об охоте, о своем увлечении, которое появилось у него в Шушенском, и которое возобновило он уже после Октябрьской революции. Его одним из главных увлечений были шахматы. Мы им представляем столик для игры в четвертные шахматы, письма с разборами задач, которым увлекался Владимир Ульянов. Также на выставке можно узнать о музыкальных пристрастиях Ленина, о его любви к музеям, к езде на велосипеде и прогулкам в горах. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ.